всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами Анна сегодня я хотела бы снять видео о своих процессах показать все что я вышивала пока не снимала а также хочу показать некоторые свои покупки здесь небольшие и поделиться негативным отзывом о покупке в интернет-магазине рукоделов но к сожалению вот у меня так получилось очень хотелось бы вам об этом рассказать и давайте начнем первое что хочу вам показать это вот такой красивый процесс от компании овен ягодный чай как я уже говорила мы собирались поехать на отдых ездили на нашу здесь местную базу отдыха буквально 40 минут езды от дома хорошо отдохнули я брала несколько процессов но к сожалению вышивала только вот этот ягодный чай так как вообще было мало времени на вышивку но зато мы хорошо отдохнули вот я сейчас вам показываю свои такие небольшие продвижения а здесь у меня немножко появилась зелень и ягод также здесь вот этот носик у чайника по моему с ягодами я здесь тоже повышевала вот это место ну наверное да еще вот здесь ну пожалуй вот и все мы отдыхали там три дня на базе и я знаете вышивала где-то от двух ниточек в день мне получалось вышивать но до пяти шести скажем так так что у меня вот такие скромные продвижения получается конечно же очень очень красиво так дальше хочу вам еще показать свой процесс от волшебной страны я его организовала вот такой сборный органайзер да ну знаете наверное что волшебная страна выпускала такие органайзеры я показывала в своих подарках покупках в предыдущем видео этот органайзер но он у меня был запакован он видите состоит из трех частей просто вот хочу вам показать как он у меня сейчас выглядит и я вот снимаю крышечки таким образом вот тут вот у меня бисер организован процесс я начала вышивать вот этого мешку от волшебной страны так вот у меня получается очень мне удобен кстати этот органайзер с удовольствием им пользуюсь здесь я все сложила вот здесь у меня бисер в этой коробочке как я уже показала здесь я подписала перманентным маркером цифры и вот пользуюсь так здесь у меня организован процесс здесь вот у меня схемка не буду ее полностью показывать бисер здесь вот подставочка для мишки вот если что вдруг кому-то интересен артикул этого набора такая вот была открыточка красивая в наборе паспорт качество волшебная страна сейчас начала вкладывать вот такая красивая бобинка можно потом на нее на что-нибудь намотать либо белый цвет черный да вот так вот использовать эту бобинку либо какую-нибудь ленту я подумала тоже было бы неплохо намотать ну и коричневый фетр с фоамираном наверное вот этот вот для подставочки такая красивая снежинка но вот она сюда будет прикладываться я никаким образом не красила мишку не покрывала акриловым лаком хотя сейчас думаю наверное надо было возможно покрыть хотя бы акриловым лаком ну вот я как-то об этом особо не подумала но в принципе я думаю что и так хорошо мне захотелось чтобы он был в таком натуральном виде вот здесь кстати еще помимо бисера вот такие стразы присутствовали три штуки я две уже вклеила вот они мне такие глазки тут вот видите написано что клей используется и кстати здесь знаете я заменила вот цвет носика у меня матовый черный от фирмы тоха а здесь должно было вышиваться вот таким вот темно-коричневым вот но мне показалось когда начала вышивать особенно вот в этом месте что нос сливается может быть он в дальнейшем бы более выразительно выглядел так где тут это превью посмотреть вот на превью он кажется прям черным таким этот носик и я решила заменить мне так больше нравится теперь у меня нет никаких сомнений мне кажется очень хорошо носик просматривается его четко видно так вот такой вот у меня еще был процесс не знаю подойдет этот органайзер для мелхилла нет возможно вот это вот высота ширина его размер будет маловат для больших мелхиллов ну хотя бы для маленьких точно буду использовать но и от волшебной страны также я вот единственное сегодня знаете подумала стоит ли мне покрыть этот органайзер акриловым лаком а то со временем я думаю что он все равно как-то зашоркается от рук и им немножко будет грязноватым ну вот не знаю я кстати давайте вам сразу покажу вчера была вот в магазине у нас называется самоделкин и купила вот такой аэрозоль матовый акриловый лак вот ну не знаю я кстати никогда не пользовалась именно в аэрозолях по моему мне кто-то в комментариях писал что вот qdo да если я правильно читаю по моему хорошая фирма ну не знаю надо будет попробовать и может быть покрыть лаком вот этот органайзер эту коробочку надо будет конечно подумать на чем-то маленьком попробовать как он будет смотреться как будет сохнуть как он будет вообще да там выглядеть в готовом виде высохнет ли он полностью надо будет это все посмотреть и еще хочу вам показать раз уж показывал волшебную страну свою мусорничку мне очень она нравится я ее с удовольствием использую всегда перед вышивкой можно снять вот крышечку так что-то у меня фокус какой-то вот и и туда я скидываю остатки ниточек мне очень удобно и потом так можно закрыть и оставить на столе стоять и никуда эти нитки не высыпятся и к тому же закрытая коробочка у меня вот он вполне может подойти подойти поясни так он у меня такой он любит нитки есть если где-то что-то увидит он подбегает и съедает так что я стараюсь чтобы у меня ниточки были даже остаточки прибраны вот и это мусорничка как нельзя мне кстати подошла теперь у меня нитки все будут закрыты остатки так ну и давайте я вам покажу свои такие небольшие покупки принципе вот я показала лак еще это я кстати в интернет-магазине рукоделок заказывала этот заказ у меня был заказала себе такой бисер мне он показался с экраном компьютера таким красивым красивым бирюзовым но вот оказался не особо то ярким таким немного блеклым и не таким конечно же красивым но я думаю что подойдет в принципе хотя я смотрю он вам немножко ярче передается он не такой красивый на самом деле у меня свойства фотоаппарата он всегда все делает гораздо в общем ярче так и еще заказала один набор я уже тут его организовала почти процесс в такую папочку мне ее дарила милюша огромное еще раз спасибо если смотришь сейчас меня так я знаете как то смотрела видео у аннушки канал называется и вот она поставила показывала поставку от фирмы rto мне очень понравился вот этот наборчик утренняя чашка чая он вообще очень маленький 10 на 10 сантиметров и я хотела его вышить на пластиковой конвей и сделать такой интересный магнитик на холодильник я его даже взяла с собой на базу отдыха но тоже не вышивала вот такая вот у меня организация эту совушку я покрыла акриловым лаком этот органайзер здесь разная нарезка ниточек мулине есть длинные есть более такие короткие пасмы вот а так вообще знаете пока она была не покрыта вот эти места как бы я их не протирала очень сильно пачкали нитки так что поэтому я вот решила покрыть не особо аккуратно конечно наверное из аэрозоля получилось бы намного лучше так что хочу взять пластиковую конву желтого цвета вот и как-нибудь начать вышивать ну как как только мне захочется как только будет время вот такой я наборчик купила но совершенно маленький небольшой и недорогой он по моему всего 84 рубля у меня получился на рукоделове так но сейчас давайте я вам хочу показать такой главный набор который я очень сильно хотела уже неоднократно о нем говорила так это вот такой красивый набор от лети стич тоже я его купила в интернет-магазине рукоделов вот с ним у меня и связан мой такой негативный опыт очень красивый набор мне он очень нравился я изначально его первый раз заказывала на вайлдберрис там была цена более такая приятная чем в рукоделове но я показывала что он у меня пришел в таком плохом качестве там было все сзади заклеено скотчем крючок вот здесь кто-то вырвал канва не сильно чистая внутри и к тому же вот органайзеры с ниточками уже начали нитки немножко как бы разматываться что меня не особо-то порадовало я этот набор сдала вот не стала его брать себе поискала по другим интернет магазинам ну вот в рукоделовой была такая тоже более менее приятная цена решила заказать там мне почему-то очень долго его не высылали но вот этот именно заказ хотя говорили что вот он придет например в понедельник а в результате он пришел не в понедельник а там где-то следующий понедельник через неделю я подумала что возможно что-то у них нету в наличии поэтому они ждут у меня уже как-то раз просто такое было вот но я как-то особо не переживала хочу вам показать вообще сейчас этот процесс и в каком состоянии пришел набор просто мы с лизой пошли вечером как-то прогуляться до компании сдек просто прогуляться и получить вот эту посылку когда шли обратно мне дочка устала мы присели отдохнуть на лавочке я не вытерпела открыла таки эту посылку и я вам сейчас покажу в каком состоянии вот был этот набор не знаю насколько это будет видно на видео но когда вот я открывала посылку я так сильно расстроилась потому что мне показалось что это тот же самый набор что был на wildberries вот но потом присмотрелась что здесь есть крючок что это все таки не тот набор хотя моя очень аккуратно сняла вот упаковку вот видите в комом состоянии был сверху тоже вот здесь все было заклеено скотчем и вот смотрите какая грязь вот это мне было очень неприятно и знаете весь набор настолько был затертый грязный вот не знаю передается вам или нет наверное видно я вообще посмотрела потом быстро все вытащила дома посмотрела чудом просто что канва была более-менее ну такая чистая не грязная потому что но вот набор в таком состоянии пришел ну вообще просто у меня если честно нет слов не на весь вечер было это настроение испорчено я знаете так предвкушала и так ждала этот наборчик я думаю думала его получить и вот как девочки в видео показывают что он такой будет идеальный весь чистенький аккуратно там все ниточки разложены чтобы будет приятно в руках держать но вот получив вот такое да и причем ну не знаю вот может кому-то это покажется абсолютно нормальным к чему я здесь придираюсь но просто за такую стоимость да там в 3000 которую я купила мне кажется но это слишком дорого вот по вот и такой набор я думаю что нужно продавать со скидкой это ладно что я его планировала ну как бы сразу начать а если бы он у меня лежал там в моей стопочки наборов и я каждый раз бы его доставала полюбоваться на него да там посмотреть на эту красивую картинку и при этом бы расстраивалась за этой неприятной грязи вот зашорканности этого набора вот не знаю где они его вообще взяли в таком состоянии кто по нему топтался шоркал шоркался я не знаю что они там с ним делали в общем вот набор вот пришел такой и я когда вот вспоминаю каким он пришел и за какие деньги я его купила мне грустно честно становится вот видите ну все все грязно наверное видео не передает что вот он настолько загрязненный в общем такие вот дела я конечно ничего не писала и никак не общалась не выясняла почему в таком состоянии они отправляют наборы вот если честно вот если бы они не предупредили до что в таком состоянии я бы даже со скидкой не взяла я хотела бы получить именно новый набор чтобы он меня радовало чтобы знаете у меня были только исключительно приятные эмоции связанные ну с этим набором вообще первый раз я пробую фирму вот эти стич лука с я тоже никогда не вышивала и я думала что у меня это будет какой-то такой приятный опыт но оказалось что нет так что так что вот так и получив этот набор но мы на следующий день вы уезжали на базу и конечно там уже особо мне некогда было там связываться что-то кому-то писать я достала наборчик этот вот упаковку сложилась аккуратненько чтобы показать вам видео пошла сканировала все страницы там шесть листов схем такого формата большого ну вот нижнюю часть вам показываю с которой я начала вышивать этот сканировала их отправила али это вот где я всегда у нее заказываю перри наборы вот ну сказала что не стоит торопиться чтобы все хорошо получилось чтобы без ошибок ну мяло конечно же написал что это не обсуждается и кстати сделала на перри набор за три дня еще даже на базе было а перри набор уже был готов меня это очень удивило такая быстрота ну в принципе вот я так вышиваю особо я ошибок не находила пока так и перри набор у меня стоил всего 300 рублей мне это очень удивило потому что наборчик да сам сама вышивка 44 на 33 сантиметра то есть он такая немаленькая довольно таки мне очень хотелось вышивать этот сюжет потому что она я когда-то отдыхала в таиланде и мне очень там понравилось и вот это у меня место ассоциируется ну с таиландом и из бали как то вот на бали тоже я была ну вот таиланд это моя просто мечта мечтаю туда снова вернуться но не знаю когда-нибудь будет возможности или нет но по крайней мере знаете повышеваю этот набор хотя бы вот здесь слишком много деталей на мой взгляд здесь видите и дельфины есть которые непонятно почему-то вот плывут прямо около самого берега я такого кстати не видела никогда также вот здесь видите я его кстати не сразу увидела только когда мне сделали перри набор я начала рассматривать смотрю здесь дельфин посмотрела по обложке правда здесь оказывается присутствует дельфин еще вот здесь я не видела самолет я думала это птица летит как-то не обращала внимание оказалось что здесь вот такой вот самолетик здесь вот такая еще русалка сидит как будто вот ее из камня и скалы да так выточили вот лодочка вот такая вот лодка катер да такое но слишком много деталей я бы если честно вот этих я уже говорила дельфинов бы убрала и вот эту лодку ну и хвостик вот этот но к сожалению я не смогу это все убрать потому что на схеме это довольно таки большие участки чтобы здесь как-то красиво сделать море у меня не получится так что я буду наверное все вышивать может быть как-то ну вот этот хвостик только уберу если у меня будет получаться а так вообще конечно вот схема вернее в ну вот это превью до смотрится очень красиво но в реальности не получится также красиво потому что нитки здесь на все не яркие они припыленные вот я немножечко по этому поводу расстроилась сейчас я вам покажу организацию свою у меня вот такой вот органайзер он на 50 цветов вот видите ну ниточки вот видите такие даже немножко винтажные не особо вот они все яркие так и тут по одной пасме навешивала и если нужно мне я добавляю единственный мне кажется который здесь яркий такой цвет это вот этот вот вот а так в основном ну здесь так очень все даже влекло и еще у меня дополнительные цвета я временно вот навесила на такой органайзер но думаю что нужно мне другой какой-то взять потому что я вот здесь приклеивала клеем карандашом но у меня уже два символа отвалилась так что мне нужно будет все-таки может быть на дубку организовать мне вот такого больше нету даже маленького органайзера ну либо маленький такой купить в общем надо что-то подумать с дополнительными вот этими цветами которые у меня не вошли на большой органайзер так здесь вот такой вот ключ на двух страницах так и давайте покажу вам самое интересное да сколько я вышила вот видите я по-моему вышивала насколько я помню 6 дней что ли так сейчас я посмотрю а нет 7 дней вот давайте вам свой телефон покажу сагу я вчера вышила очень мало вот всего 262 крестика зато в первый день у меня видите такой рекорд 943 я по моему больше этого количества крестиков никогда не вышивала так и выше то у меня всего 4350 крестиков но тут всего 61 400 да насколько я понимаю наверное 58 800 крестиков и бэкстич 5201 стежок вот так так тут вот и схемка схемка такая вышивала и выше то вот у меня 7 процентов ну чуть чуть больше так что вот такая у меня тоже была покупка перенабора вышивая кстати с удовольствием но в принципе знаете так интересно вроде нитки блеклые не яркие а получается довольно таки сочно да но может быть конечно я так смотрю мне как всегда фотоаппарат немного привирает яркости добавляет но все равно знаете вот так смотреть если без камеры на крестики смотрится довольно таки неплохо надеюсь что мне меня результат порадует и в дальнейшем тут вот уже кстати на видно вот этот очертание черепахи вот тут вот этот факел будет тут вот попугайчик две бабочки без бэкстича и вот это вот тропическая зелень какие-то здесь цветочки ну вот семь дней я вышивала только эту вышивку вот столько вышла не особо большие продвижения все думала сейчас побольше выше что побольше вам показать но вот вышиваю медленно ну как бы в своем темпе я не люблю быстро вышивать я люблю знаете получать удовольствие от вышивки подольше там поковыряться в этих крестиках никакой быстроты потому что вот это вот быстрота как то вот когда куда-то торопишься меня нервирует и я предпочитаю вышивать ну более расслабленно чтобы вышивка приносила удовольствие и такое знаете состояние медитативное расслабление чтобы процесс был более приятным так что вот такая вот красота у не получается нет все в двух папках здесь вот схемы там вот такие органайзеры вот и сейчас знаете мне нужно было тоже сделать заказ в интернет-магазине рукоделов у меня у свекрови день рождения я планировала там где пальцы нурки подарить вот эти вот прямоугольные тут вот видите такой схема с бэкстичем чтобы ничего не пропустить а еще и цветная такая есть красивая но вот знаете как-то не решилась опять в рукоделове заказывать мне теперь и к ним какое-то предвзятое отношение стало нет я конечно там буду и думаю что заказывать когда мне все это немножечко забудется мой негативный опыт но теперь я боюсь что мне все такое будет приходить как вот этот набор и на подарок я решила что я закажу в тетушке советом пяльцы и кое-какие наборчики на подарок свекрови но я там уже и себе кое-что заказал не удержалась а вот такие нитки в этом наборе на таких планшет очках но я думаю многие знают многие видели они стандартные для лука с для эти стич так ну вот пожалуй и все что мне хотелось бы в этом видео рассказать знаете пишите в комментариях мне очень будет вот интересно почитать стали бы вы вышивать вот такой набор нравится он вам или нет потому что я знаете вот уже говорила в разных видео в своих предыдущих что я у компании там овен мария искусница просила чтобы разработали какой-то подобный дизайн вот именно с такой знаете морской чтобы с пальмами был такой экзотический тропический но вот мне обещали подумать но никто так и не решился на эту разработку я так понимаю что они наверное думают что такие вот бы сюжеты не пользовались спросом мне знаете вот просто интересно стали бы вы вышивать вот такой набор напишите пожалуйста нравится вон вам не нравится либо может быть знаете он вам нравится но вы ну как бы не стали бы его вышивать не видите там например в интерьере и тут все-таки работа большая смысла нет да там тратить время такое количество на такую работу вот мне будет очень интересно узнать почитать вообще я как-то не затронула эту тему вот эта разработка сделана по картине чака пинсона так вот сейчас фокусировали сфокусировалась я так немножко про него почитала в интернете но там буквально чуть-чуть информации что это американский художник и работает он в стиле реалистичного романтизма и у него такие знаете немного сказочные работы его лети стич выпустили лети стич выпустила несколько вот наборов по его разработкам и но не все-таки это красивые мне все они нравятся и еще также я прочитала про него что на его творчество оказал влияние такой художник как томас кинкейд но думаю что многие вышивальщицы его знают там вот разработки у анкора есть по его картинам томаса кинкейда и возможно у дименшинс но вот у дименшинс я точно не скажу возможно я ошибаюсь так что вот что хотелось бы мне вам рассказать в этом видео жду ваших комментариев поставьте пожалуйста лайк если понравилось вам это видео мне будет конечно же приятно но я буду с вами прощаться всем пока и до скорых встреч новых видео